Всем большой привет ребята, на связи Алина и онлайн школа Умскол. Я готовлю к ЕГЭ по географии уже шестой год и в 2023 году с нами готовился каждый третий стабальник России. Еще больше полезной информации для подготовки к ЕГЭ по географии вы можете найти в моем телеграм-канале, туда можно перейти по ссылке в описании к этому видео. Уже сейчас в закрепленном сообщении там вы можете найти файл со всеми типами заданий первой части, которые в таком формате не собраны ни в одном сборнике для подготовки к ЕГЭ. Плюс в этом сообщении много других полезных материалов для подготовки. Ну а в этом видео хочется поговорить про изменения в ЕГЭ по географии в 2024 году и мы поговорим с вами не только про демо-вариант, мы поговорим про все документы, которые пару недель назад вышли на ФИПИ. Хочу оговориться, что все то, что вышло, это проекты и финальные документы, они выйдут ближе к началу ноября. Обычно там не бывает значительных изменений и просто как бы дублируются документы, но сейчас есть некоторые несостыковки, поэтому вероятно что-то поменяется. Давайте будем смотреть, что же поменялось. Во-первых, начнем с самого варианта, то есть как выглядит вариант и что в нем изменилось относительно прошлого года. Было 31 задание в КИМе, сейчас их стало 29. То есть на данный момент убрали бывшие задания номер 21 и 22, которые посвящены построению профиля и определению азимута. То есть сейчас вторая часть, она выглядит вот так. Она начинается с 22 задания и это задание оно посвящено тексту. То есть вот 21 номер это еще задание первой части, а 22, 23 и до 29 это все вторая часть. Здесь есть еще одно важное изменение. То, что 24 задание раньше оно было 26, сейчас оно оценивается в 2 балла, а не в 3 балла. То есть сумма максимальная первичных баллов она изменилась. Вот за это задание можно максимально сейчас получить 2 балла. Причем здесь есть небольшой такой нюанс. Например, в спецификации говорится, что за это задание выставляется от 0 до 3 баллов. Хотя мы видим, что по критериям 2 балла. То есть есть вот такая несостыковка, поэтому максимальный первичный балл в спецификации заявляется 39, но если все пересчитать, то будет 38 и тогда вообще непонятно, в чем собственно правда. Но вот этот момент скорее всего как раз таки ФИПИ поменяют. В целом шкала перевода баллов она никогда не выглядела потрясающе в ЕГЭ. Раньше было 43 балла, сейчас будет ну 38 либо 39. Подождем официальные собственно утверждения. И посмотрите, какой разброс баллов у нас идет от 70 баллов. То есть здесь 72, дальше 76, 80, 84. То есть шаг очень большой. И возможно то, что количество первичных баллов поменялось, повлияет на шкалу. Но мне кажется, повлияет именно в нижней части, где например шаг очень маленький. 49, 50, 51, 52. Потому что вот то, что у нас в верхней шкале перевода баллов происходит, это уже и так очень страшно. Когда одна ошибка здесь может весить 4 балла. Дальше в сумме уже 8 баллов. Когда вы теряете например 2 первичных балла, по вторичной шкале теряют целых 8 баллов. Ученики я сама дважды теряла 2 первичных балла, при этом 8 тестовых. Значит ну из-за того, что меняется максимальный первичный балл, поменяется и шкала перевода баллов. Но о чем мы узнаем только когда пройдет досрочный экзамен в марте. Что еще поменялось? В демоверсии, например, также не поправили информацию про дополнительный материал. То есть, смотрите, говорят, что также можно использовать прилагаемые справочные материалы, которые, кстати говоря, вместе с демовариантом не вышли, но видимо выйдут в ноябре. Линейку и транспортир. Ну вот транспортир, он теперь не нужен, поскольку нет задания на азимут, но его отсюда не убрали. Если линейку оставят, это круто, линейка может помочь в первом задании, хотя как бы ее основное предназначение это задание на построение профиля. Вот, но надеемся, что линейку оставят. Что изменилось в кодификаторе? Вот кодификатор, кстати говоря, в отличие от демоверсии, поменялся очень сильно. Он никогда не выглядел супер хорошо, вот, но изменился еще больше. Давайте смотреть, что поменялось. Смотрите, первый раздел сейчас называется география в современном мире. Раньше он назывался источники географической информации. И вот здесь как раз появляется формулировка, на которую я рекомендую обратить внимание. Это устойчивое развитие и решение глобальных проблем, которые еще будут встречаться. Второй раздел его сейчас объединили. Он называется географическая среда как сфера взаимодействия общества и природы, и в него по факту входят темы, которые входили в раздел природы земли и человек и геоэкологии и природопользования. Вот здесь важно, я бы не рекомендовала изучать его полностью, да, ну в смысле его нужно изучать полностью, но природу земли надо пройти и надо пройти какое-то хозяйство, хозяйство России, либо хозяйство мира, чтобы понимать экологию природопользования. Если идти подряд по этому разделу, то, ну, информация как бы и понимание раздела экологии будет не совсем цельным. Вот, что поменялось в этом разделе? Пропала тема земля как планета, хотя задания на эту тему остались. Это задание номер 3, задание номер 28, ну и в целом это такая начальная тема, которая встречается красной нитью, например, и в теме атмосферы земли, то есть вот ее все равно надо продолжать изучать. Также в этом разделе опять же подчеркивается тема концепции устойчивого развития и стратегии устойчивого развития России, то есть тему устойчивое развитие тоже важно готовить каждому для, собственно, подготовки к ЕГЭ по географии. Третий, четвертый, пятый раздел они не поменялись. Это разделы по населению мира, мировому хозяйству и регионам и странам мира. Шестой раздел, который раньше назывался «Понятная и просто география России», сейчас называется «Место России в современном мире», но фактически это то же самое. Здесь отдельно появились темы, например, современные тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства, импортозамещения как фактор развития российской экономики. Россия на геополитической карте, хотя тут обычно были формулировки, например, административно-территориальное отделение, географическое положение России. Здесь немного формулировка поменялась. И что еще очень важно, пропала тема природа России, тема, которая изучается, ну, по некоторым учебникам год в школьной программе. Но при этом знания этой темы, они тоже нужны для ЕГЭ по географии в различных заданиях, ну и в целом изучать хозяйство и население, не изучая природу России, тяжело и непонятно. Поэтому эту тему ни в коем случае нельзя пропускать в своей подготовке. Ну и седьмой раздел, он в таком формате не существовал, это «Глобальные проблемы человечества». Здесь выделяют геополитические проблемы, экологические проблемы, социально-демографические и место России в реализации стратегии решения глобальных проблем. То есть здесь можно сделать вывод, что на глобальные проблемы и на устойчивое развитие, судя по кодификатору, важно уделить внимание при подготовке к ЕГЭ по географии. Это все изменения, которые произошли, и теперь ждем официальные документы, но в которых, скорее всего, просто поправят определенные неточности. В любом случае, готовиться к ЕГЭ по географии уже можно и нужно. Но еще больше полезной информации для подготовки к экзамену вы можете найти в моем телеграм-канале, поэтому обязательно переходите и подписывайтесь. Всем большое спасибо, с вами была Алина и онлайн-школа Умскул. До встречи на занятиях!